МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России нежелательной организацией. Слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Обстрел Одессы и других украинских городов баллистическими ракетами, начиненными кассетными боеприпасами, новая тактика российских войск, считают военные эксперты. По данным Института изучения войны, Россия возобновит массированное наступление в Донбассе в конце мая или в начале июня после перегруппировки сил и пополнения личного состава. В американских университетах не прекращаются студенческие акции протеста. Также сегодня. Мы хотели показать, что есть и другая Россия, не только плохая, которая убивает украинцев, но есть и те, которые столь отважны, что не боятся беречь свободу и говорить правду. В Чехии зазвучат слова российских политзаключенных против агрессии России и Украины. В Одессе сегодня во второй раз за последние несколько дней объявлен траур. Это траур по погибшим в результате обстрела города в ночь на среду. И траурный день совпал с десятой годовщиной трагических событий в Одессе в 2014 году, когда в результате столкновений в центре города во время шествия проукраински настроенных фанатов футбольных клубов и пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле, где располагался лагерь пророссийского движения «Антимайдан», только по официальным данным погибли не менее 48 человек. Большинство из них, 42 человека, отравились угарными газами или сгорели заживо в Доме профсоюзов. МИД России выпустил сегодня заявление, в котором говорится, что, цитата 2 мая 2014 года, сторонники Евромайдана с особым цинизмом и жестокостью расправились с теми, кто открыто выступил против антиконституционного госпереворота, совершенного руками националистов в Киеве при поддержке западных спонсоров. По сути, говорится в этом заявлении, киевский режим повторил то, что бандеровские каратели устроили 80 лет назад в белорусской хатыни. С такой оценкой не согласна продюсер документального фильма «2 мая без мифов» Елена Лебеденко. Вот что она говорила еще 9 лет назад в первую годовщину трагедии. Меня огорчает то, что эту трагедию пытаются представить в черно-белых тонах. Эта ситуация не была черно-белой. Это была ситуация многогранная. Это была ситуация, мы понимаем, что это событие длилось как минимум 10 часов, в которой принимали участие тысячи людей, и у каждого из этих людей была своя история, которая длилась на протяжении 10 часов. Это была толпа, это была стихия, это была трагедия. В этой стихии, в этой толпе проявлялись как самые хорошие, так и самые плохие качества человеческие. Поэтому представить это все в черно-белом свете, что это Одесская хатынь, либо это противоположная страна, пытается иногда представить, я имею в виду радикальная страна, да, мы победили. Вот этого там нет. Там живые люди, которые пережили свою трагедию со своими убеждениями, заблуждениями, страхами, травмами. Понимаете, вот она правда, как она есть. Если говорить о том, что меня огорчает в этой ситуации, то основное заключается в том, что каждая сторона пыталась вырвать определенные события этого дня из контекста того, что происходило в целом за этот день, и то, что происходило в городе и в стране. И вот это основной принцип манипуляции, который связан со 2 мая. Вырывая из контекста, нарушая причинно-следственные связи, мы имеем возможность сделать правильные выводы, что же там произошло. Каждая сторона делает это по-своему. Вот мы попытались увязать все, что происходило с утра и до ночи. И тогда мы понимаем причинно-следственные связи, что из чего вытекало, почему было сделано вот так, а не иначе, какая мотивация была у людей. Это была продюсер документального фильма о событиях в Одессе 2 мая 2014 года Елена Лебеденко. Архивная запись 2015 года. Интервью с ней записала моя коллега Елена Рыковцева. Хронология событий 2 мая 2014 года в Одессе восстановлена в специальном видео, опубликованном сегодня на сайте и в YouTube-канале телеканала «Настоящее время». Многие из тех, кто вспоминает те события, говорят сейчас, что Одессу и Одесскую область могла ждать та же судьба, что и Донецкую и Луганскую области. Достаточно вспомнить, что движение «Антимайдан» еще в марте 2014 года пыталось захватить здание областной Одесской администрации. Пророссийские настроения в Одессе были довольно сильны, но многих отрезвило начало масштабных боевых действий в Донбассе. Сейчас, 10 лет спустя, Россия бомбит русский город Одесса, это выражение Владимира Путина, баллистическими ракетами, начиненными кассетными боеприпасами, что исключает высокую точность попадания. Такие обстрелы жилых городов, считает украинский военный эксперт Роман Светан, представляют собой военные преступления и демонстрируют новую тактику российских войск, которая предполагает отвлечение украинских средств противовоздушной обороны для защиты городов вместо применения их на фронте. Удар по местам компактного нахождения гражданских лиц – это военное преступление, которое совершает уже неоднократно Россия, и это в общей парадигме продвижения российских войск в геноцидном режиме. Это геноцид в чистом везде, террористический акт и удар именно по гражданскому населению, кассетными боеприпасами. Это однозначно направлено против гражданских лиц, причем вот почему они используют по Одессе именно кассетный скандер. В таком же самом режиме, допустим, они используют С-300 ракеты по Харькову. Опять же, геноцидный режим, удар по мирному населению, так как С-300 – это сама по себе уже начинка этой ракеты. Большое количество тысячи поражающих элементов, маленьких, которые работают в основном по мирному населению, если она используется по земле, эта ракета, так как у нее задача сбивать самолеты в воздухе, как раз облаком, накрывая летательный аппарат, облаком поражающих элементов, когда работают по земле, в основном под удар попадают гражданские. Даже военные, они защищены определенной броней. Гражданское население, конечно, страдает. Но так как, допустим, Харькова С-300 достает, а до Одессы нет, то для такого же поражения россияне используют кассетные боеприпасы уже из Кандера с дальностью 500 километров, вот один из механизмов. Почему, допустим, они уничтожают и объекты, и мирное население в больших городах? Это областные центры. Та же самая картина и по Херсону. Они С-300 работают по Херсону с такой же самой задачей, то есть геноцидной, надавить на украинское общество. Мнение украинского военного эксперта Романа Светана. Уже много недель российская армия пытается пробиться к городу Часов-Яр в Донбассе. Это населенный пункт, имеющий стратегическое значение. Он расположен на высотах, и его потеря может существенно осложнить для ВСУ ситуацию на фронте. После взятия от Черетина российские подразделения пытаются двигаться в направлении города Торецк, открывающего путь на Константиновку, Краматорск, Славянск и другие важные населенные пункты даже без взятия Часова-Яра. Тем не менее, по данным Американского института изучения войны, в ближайшие недели российская армия не собирается предпринимать активных наступательных операций. Возобновятся они, скорее всего, в конце мая или в начале июня. Вот как комментируют эти предположения майор запаса ВСУ, военный аналитик Алексей Гетман. Это фрагмент эфира проекта «Радио Свобода» Донбасс-реалии. Скорее всего, будут приостановлены активные наступательные действия, но не потому, что они передумали или какие-то другие причины. Они хотят восстановить те силы, которые они потратили, то есть людей. Они же несут серьезные потери. Обновить технику, но подготовиться к следующим наступательным действиям, которые мы ожидаем где-то уже с конца мая, с начала июня. Про это говорило и наше Главное управление разведки, про это говорило и Верховный главнокомандующий, что те силы, которые россияне уже мобилизировали, которые они уже подготовили, которые проходили подготовку где-то в Сибири, они, в принципе, могут быть залучены до боевых действий, и тогда надо будет ожидать более сильных ударов. Где-то, если где-то мы будем отходить, но про это говорил еще президент в начале года, что такое количество живой силы и техники, которую собрали россияне, уже полмиллиона приблизительно той армии, и они хотят еще добавить примерно столько же, то есть до миллиона, не меньше, но так, скажем, до миллиона они готовы к живой силе. И всю технику, которую у них есть, они кидают по большому счету в бой. Поэтому президент говорил, что на некоторых участках можно ожидать, что нам придется отходить. Это не означает, что фронт сыпется, это не означает, что фронт прорван. Но за последние, ну, скажем, несколько тысяч лет, когда армия какая-то во всех войнах готовится до наступления, то где-нигде она все-таки продвигается. Такого еще в истории не было, чтобы армия, которая подготовилась и наступает, и она просто упорлась и не продвинулась ни на один метр или километр. Поэтому тут не надо к этому относиться очень, скажем так, с большой печалью. Это, к сожалению, на воде такое возможно. И какое-то продвижение то же самое. Смогут ли они дойти до Константиновки? Смогут ли они продвигаться дальше за часы в яр? Ну, там уже начинаются наши господствующие высоты. Где-то от часа в яро 5-7 километров. Можно посмотреть по той же самой карте Дипстейт. Там уже есть водные прыжкоды. Речка Вовча, если я не ошибаюсь ее названия, там холмы. И, в принципе, я уверен, там уже построены определенные фортификации. И атаковать то, что находится на возвышенности, врагов всегда тяжелее. То, что сейчас, ну, Авдеевка тоже была господствующая высота. Естественно, вокруг были не господствующие высоты. И там держать оборону, несмотря на то, что нам крайне не хотелось бы терять наши населенные пункты, но в низине держать оборону тяжелее, чем на каких-то холмах, на горных ряжах. Поэтому я думаю, что и дальше нам придется заступать. Но не потому, что мы не можем удержать врага, а потому, что нам надо беречь наших площадок и занимать позиции, учитывая рельеф местности. А не просто, что кто-то там взял карандаш, линейку и на карте нарисовал какую-то линейку. И так не делается. Армия всегда в первую очередь, когда планируют наступательные действия, и тем более действия обороне, ориентируется на рельеф местности. Это очень важно. А не на какие-то другие причины, какие-то другие линии, кто кто-то там где-то нарисовал. Тактика пехотных противоборств, пехотного боя, она практически с Первой и Второй мировой войны не поменялась. Логика не поменялась, техника поменялась, оружие, но логика не поменялась. Вот такие выступы, конечно, для того, кто их сделал. Потому что можно в слангах его отрезать, и тогда какая-то часть людей окажется в окружении. Россияне это прекрасно понимают. Они давно уже научились воевать. Хотя это вообще такие вопросы проговариваются на первых курсах военных училищ. То есть там такого же офицера среднего звена, или даже, и тем более, там какое-то командование российское, что они этого не понимают, но это было бы преувеличением. Они стараются расширить этот выступ, потому что там между флагами должно быть расстояние, ну, как минимум, ну, хотя бы 5-6 килограмм, хотя бы, чтобы оно насквозь не прострелилось из минометов. А там пока это то, что можно отрезать. Ну, потому что там отрезать нам нужны для этого силы и средства. А, как говорил командующий Сырский, на этих направлениях россияне задействовали очень большое количество живой силы, ну, и техники, и в соотношении где-то 1 к 30. Была такая информация на одного нашего солдата, где-то 30 российских солдат. Это очень серьезно, это очень большое преимущество. Когда-то, еще во время атака, да, соотношение было 1 к 18, это считалось практически чем-то невероятным. И все понимали, что удержать оборону или делать какие-то симметричные боевые действия практически невозможно. 1 к 30 это вообще невозможно, по большому счету. Поэтому, говоря о том, что у нас есть силы, чтобы отрезать этот аппендицит, ну, я думаю, что для того, чтобы его отрезать, нас хотя бы должно быть, если не пора, но то хотя бы в три раза меньше, а не в 30. О чем речь? Государственный обвинитель не раз упоминал, что мое деяние чрезвычайно опасно для общества и государства. Насколько же слабой верой в наше государство и общество обладает наш прокурор, если считает, что наша государственность и общественная безопасность могут порушиться от пяти маленьких бумажек. Эти слова российская художница Саша Скочеленко произнесла полгода назад в своем последнем слове на суде, приговорившем ее к семи годам колонии за то, что она наклеила на ценники в магазине пять стикеров с призывами остановить войну в Украине. Выступления Скочеленко и десятков других россиян, осужденных по политическим делам, переведены на чешский язык для проекта, который называется «Заглушенные голоса». Они будут опубликованы и прозвучат во время празднования в Чехии годовщины Бархатной революции 1989 года. Проект основан на вышедшей в издательстве Freedom Letters книге «Не последние слова». Моя пражская коллега Александра Вагнер побеседовала с одним из организаторов проекта «Заглушенные голоса» Мариной Фелтовой. В настоящем году мы отмечаем 35-ю годовщину от Бархатной революции, которая принесла нам свободу. И мы привыкли воспринимать свободу как что-то естественное, нормальное, безусловное. Но это не так. Есть страны не уж так далеко от нас, где наблюдаются особые ограничения свободы, в том числе, конечно, и Россия. И мы должны предупреждать людей, показывать, что свобода очень темная, что надо ее беречь и воевать за нее. Но не толку. Конечно, в настоящее время Россия воспринимается как воплощение зла, как страна убийцев. И мы хотим тоже показать другую сторону России, где много людей за то, что хотят выразить свое мнение, что не согласны с политикой Путина. Сейчас они находятся в тюрьме или в каких-то колониях. И не все в Чехии просто обращают на это внимание. Так что мы хотели показать, что есть и другая Россия, не только эта плохая, которая убивает украинцев, но и те, которые столь отважны, что не боятся беречь свободу и говорить правду. В России уже, наверное, сотни политзаключенных. И я хотела спросить, кого вы выбрали в качестве людей, голоса которых должны быть услышаны, наверное, больше других? Мы, конечно, знаем, что политзаключенных огромное число. Но мы выходили из книги «Не последние слова», которая была опубликована издательством Freedom Letters Георгия Орущадзе. Мы нашли эту книгу. И она предоставляет, конечно, только некоторые из этих политзаключенных. Но мы хотели показать, что в России может попасть в тюрьму и богатый предприниматель, и политик, который некоторое время тому назад еще был депутатом. Но также студенты, которые просто только говорили правду. Так что в этой книге приведено 42 «Не последних слов». И мы из них выбрали 25 разных людей, разных поколений, у которых разный опыт. «Не последние слова» — это сборник последнего слова в суде. И россияне, которые говорят там, они говорят в основном о России и о своем несогласии с происходящим. Я хотела спросить, по вашему мнению, что вам показалось самым ужасающим, наверное, из этих историй, которые собраны в этом сборнике? Очень трудно сказать, что самое ужасающее. Конечно, ужасно то, как перетворяется правда, потому что, конечно, все эти процессы, некоторые из них искусственные. И там видно, как даже органы полицейские трудно ищут каких-то доказательств, чтобы этих людей просто осудить. Так что это тоже очень страшно, как в 21 веке просто ты можешь получить, скажем, 20 лет за старшивые обвинения. И там очень много молодых людей, которые, конечно, их судьба просто испортилась из-за этих судебных процессов. А что, вам кажется, это говорит о России? Это дополняет образ России, современной России. Мне кажется, что судьбы и примеры этих политзаключенных достаточно показывают, каким путем убирается Россия. Так не может быть. Каким образом будут использованы вот эти истории? Как вы собираетесь их чешской публике показывать? Это будут театральные постановки или, может быть, какие-то фильмы? Каким образом вообще будет развиваться ваш проект? В первую очередь мы хотели, чтобы в этом проекте приняли участие студенты философского факультета русистики. Так что переводы этих непоследних слов делают именно студенты или те, которые уже закончили студию, чтобы молодые люди приняли участие в этом. Так что это первая часть проекта переводы, которые будут где-то в конце мая. Потом на основе этих переводов мы сделаем видео и для более старого поколения на несколько минут. Но также хотим обращаться к самому молодому поколению и сделать такие коротенькие видео на ТикТок. Где просто будут только коротенькие отрывки из речи этих политзаключенных, из каким-то очень кратко о этих персонажах и отстоятельствах, как они попали в тюрьму. И потом, конечно, будет издание книжки. И все тексты будут опубликованы на веб-портале нашего проекта «Замолченные голоса». И вместе с медальонами осужденных еще отрывки этих речей будут представлены в виде перформанса во время празднования 35-й годовщины Бархатной революции в Праге. И мы хотим это сделать около памятника Мелады Гураковой, которая тоже является для нас таким символом человека, который боролся за правду до последнего момента. Сопротивлялся тоталитаризму до последнего момента. С одним из организаторов чешского проекта «Заглушенные голоса» Мариной Фелтовой беседовала Александра Вагнер. Время свободы. Как я уже рассказывал, вчера полиция в Нью-Йорке взяла штурмом одной из зданий Колумбийского университета, Гамильтон-Холл, где забаррикадировались участники студенческих пропалестинских акций. Многие из них были задержаны. Палаточный городок на территории кампуса Колумбийского университета ликвидирован. Он закрыт как минимум до середины мая, когда должна состояться выпускная церемония. Так что теперь студенческие акции, прежде всего с требованием освободить задержанных, проходят у входа на территорию университета. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс так объяснил действия властей. Они здесь не для того, чтобы способствовать миру, единству или мирному выражению единого мнения, а для того, чтобы внести раздор и раскол. Именно поэтому я призываю каждого студента, каждого протестующего уйти от этой ситуации и продолжить защищать свою позицию другими способами. Мы всегда будем защищать право на протест, но мы должны уравновесить это право правом на обеспечение безопасности учеников, учебных заведений и нашего города. Мы не можем и не хотим допустить, чтобы то, что должно быть мирным собранием, превратилось в жестокое зрелище, которое не служит никакой цели. Мы не можем ждать, пока ситуация станет еще более серьезной. Напомню, что и мэр Нью-Йорка Адамс и администрация Колумбийского университета заявляли, что теми, кто захватил Гамильтон-Холл, руководили люди, не имеющие к университету никакого отношения. Сами участники акции это отрицают. Каких-либо фактов, подтверждающих эту версию, пока, по крайней мере, представлено не было. Массовые задержания вызвали возмущение у значительной части студенческого сообщества. И, как я уже упомянул, в Нью-Йорке проходят акции с требованием их освобождения и в защиту свободы выражения мнений. Но есть и те студенты, кто действия полиции поддержал. Я наблюдала из здания на 114-й улице, как их выводили и усаживали в машины. Я, честно говоря, рада решению вызвать полицию. Я думаю, это было правильное решение, и я рада, что они это сделали. В какие-то моменты, если ты находился рядом с протестующими, ты не чувствовал себя в безопасности. Я был в ужасе от того, как они прорвались в здание Гамильтон-Холл, где мы учимся. По сути, блокировали весь кампус. Мы не могли ни в библиотеку, ни в столовую сходить. И вообще была заметна эскалация, скандирование антисемитских лозунгов, слова ненависти, которые явно запугивали студентов еврейского происхождения. Я рад, что университет, наконец, взял ситуацию под контроль. Думаю, что если смотреть со стороны, то сейчас уже трудно разобраться, в чью поддержку и против кого проводятся студенческие акции в Америке. Первоначально это были ненасильственные акции в поддержку мирного населения сектора Газа и за прекращение там боевых действий. Правда, сопровождались они нередко откровенно антисемитскими лозунгами, призывами к уничтожению государства Израиль и угрозами в адрес студентов евреев, у которых это вызвало возмущение и опасение за свою безопасность. Когда полиция попыталась пресечь проявление антисемитизма и помочь восстановить нормальную работу университетов, она встретила сопротивление, спровоцировавшее новую волну студенческого движения по всей Америке в защиту одной из основополагающих гражданских свобод, закрепленных в Конституции США, свободы выражения мнений. И к этой волне протестов присоединились даже некоторые студенты-евреи. А в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе пропалестинский студенческий палаточный лагерь подвергся нападению со стороны тех, кто поддерживает Израиль. Оттуда репортаж корреспондента «Голоса Америки» Евгении Дюло. Прошлой ночью около 150 произраильских демонстрантов в масках атаковали студенческий палаточный городок, установленный пропалестински настроенными студентами Калифорнийского университета. Нападавшие пытались разобрать ограждение. Кто-то запустил в палаточный лагерь петарду. Очевидцы говорят об использовании электрошокера, перцового баллончика и противомедвежьего спрея. За последнюю неделю палаточный городок в UCLA разросся до приблизительно 50 палаток. Демонстранты огородили лагерь самодельными барьерами и установили пункты входа, которые они полностью контролировали. По периметру городка администрация университета установила собственные барьеры. Из соображений безопасности, чтобы предотвратить стычки со сторонниками Израиля. С одной стороны палаточного городка круглосуточная библиотека. Еврейские студенты заявляют, что ограждения ограничивают свободу их передвижения. Это очень некомфортно физически и морально. Перекрыты основные пути на кампусе. И я не говорю о каком-то отдаленном участке территории. Нет. Это основные дороги, чтобы попасть в библиотеку, в класс. Единственный способ пройти через эти части кампуса только если у тебя браслет, который выдается только тем, кого одобрили внутри палаточного городка, при условии, что эти люди против сионизма. Другие студенты университета говорят, что их учебе ситуация не мешает. На мой взгляд, UCLA хорошо справляется с ситуацией, по крайней мере, лучше, чем другие университеты страны. В целом, я не думаю, чтобы жизнь студентов была сильно потревожна, так как это произошло в Колубийском университете, где студенты ломали собственность университета. Здесь этого не происходит. Произраильские сторонники установили огромный экран напротив студенческого лагеря, на котором беспрерывно показывались кадры атаки Хамас на Израиль 7 октября. Администрация университета во вторник объявила про палестинский протест незаконным нарушающим правила заведения, пригрозив участникам отчислением. Библиотека и близлежащие здания кампуса будут закрыты до понедельника. На данный момент известно об одном пострадавшем в результате ночного столкновения. Полиция Лос-Анджелеса прибыла на место происшествия рано утром в среду, заблокировав доступ к палаточному городку. Евгения Дюло, «Голос Америки» из Лос-Анджелеса. Я нашел в интернете видео, на котором показан экран, установленный произраильскими активистами у пропалестинского палаточного лагеря в Калифорнийском университете. Экран показывал убийство израильтян 7 октября прошлого года. Эти записи сделаны боевиками Хамас, исламского джихада и других радикальных исламистских группировок и сопровождавшими их вооруженными гражданскими лицами. За кадром слышен голос молодого человека, видимо, говорящего по телефону. Он радостно кричит. «Отец, я убил 10 евреев. Я своими руками убил 10 евреев. Отец, ты можешь гордиться мной. Я герой». Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабченецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.